здравствуйте друзья я елена кермич и вы слушаете подкаст код news лояльность против профессионализма что выбирает современный работодатель сегодня говорим о современных реалиях в управлении компанией неважно маленькая она или большая сколько в ней трудится сотрудников но их подбор идет не только с учетом профессиональных признаков важнее этого становится лояльность или преданность работодателю почему ответ будем искать вместе с психологом александром быстровым экс-директором дворца культуры успешной бизнес-леди марина леонтьевой и котловским фотографом ксении сидельниковой здравствуйте друзья добрый день итак тема сегодня лояльность против профессионализма что выбирает современный работодатель по моим наблюдениям выбирает он первый аспект лояльность причем под этим словом я понимаю не только желание сотрудника соблюдать принятые в коллективе нормы и правила поведения временно мириться с какими-то трудностями или перебоями например в зарплате это было важно всегда я сейчас говорю про личную преданность и верность шефу я вот например не раз наблюдала картину когда более ценным сотрудником для работодателя становится не тот кто безукоризненно выполняет свои обязанности увеличивая эффективность этой компании работая на результат а тот кто поддерживает с руководителем хорошие отношения умеет вовремя вставить нужное слово и в конце концов даже ну так скажем стучит на коллег вы вот обращали на это внимание в своей практике но это в нашу жизнь сейчас пришло и мы должны это принимать как должен почему потому что выстроена так система подбора кадров сегодняшняя лояльность на первом месте для руководителя преданность на первом месте по всей видимости это какой-то степень для руководителя оправданно потому что он хотел бы чтобы не было действительно где-то можно за спиной ложки не образно говоря и чтобы он был уверен в человеке который находится рядом с ним но если другая сторона медали потому что качество в этом случае безусловно конечно не учитывается профессионала вот а учитываться именно преданность та которая в семейном кругу она должна существовать и она существует ну и также это все сейчас проецируется переносится в трудовые коллективы то есть это по принципу работа наш второй дом да соответственно мы даже не теперь перекладываем на многие преграды убраны время вот это все это как-то стерло и поэтому да действительно сегодня контроля жесткого нет со стороны руководителя ослаблены функции надзирающих органов и поэтому работодателем настолько многое место пени свободы что он себе позволяет это и поэтому может быть много проколов много недочетов в нашей общей такой мужской деятельности и стране в том числе мы это видим мы видим что много декларации но исполнение не на должном уровне почему именно по сей видимости в этом кроется эта проблема девушки а вы согласны вот у вас например на вашей жизненном пути встречались такие моменты может не вынесли не сами были до в этой ситуации может где-то со стороны видели наблюдали эту картину знакомые может быть вам жаловались что вот я такой профессионал меня не ценят потому что ну не умею быть я настолько лояльным как сегодня это требуется но у меня либо к сожалению либо к счастью такой ситуации не было то есть и как бы не родственники как бы не брали на работу и я сама не устраивалась на работу что но я как бы соглашусь мнением то что сейчас да преобладает больше то что в основном берут родственников на работу но мне кажется тут еще исходя из того что либо это крупное какое-то производство либо же это какая-то небольшая компания то есть в любом случае если какая-то небольшая компания то так как там если будут работать не профессионал это не сильно понесет много потерь компании а если это большое производство и там возьмут как бы знакомого человека который в принципе этом не разбирается то там уже чревато больших последствий я думаю поэтому тут как бы тоже спорный ножичка вопрос в этом плане но я думаю что как бы сегодняшнее время когда мы говорим что так больше происходит например чем раньше да но обусловлено тем что жизнь очень быстрая и очень хочется быстрого результата и когда вокруг тебя но так сказать более комфортные люди и ты ну как бы думаешь думаешь я думаю что ты вот ну как бы бесконфликтно без каких-то там напряжения внутреннего да ты можешь взяв на работу людей но более комфортных себе и родственников это допускается да никто за это сейчас айяя так сильно не говорит а внутри айяя я уже вообще у многих исчезла да то это происходит но я думаю что здесь наверно самая главная такая фишечка и и заноска да какую цель ставит руководитель для вообще в своей работы потому что я думаю что самая такая задача что ли руководителя каждый день принимать решение и решение они могут быть не всем удобные но ведь как правило да как правило если ты хочешь хочешь даже что-то потеряв чуть-чуть сейчас но добиться все таки желаемого результата да ты идешь на то чтобы была команда профессионалов иначе ничего не получается ну не будет нет это не я придумала что короля делает свита да или королеву то есть если ты понимаешь что команда твоя может тебя или ну так поднять или наоборот опустить да то ты выбираешь вот опять принимаешь решение но это опять же тогда вот то о чем вы говорите на мой взгляд тогда это должен как минимум а быть сильный руководитель конечно да который может позволить себе как раз если коллектив не очень лояльно при этом профессиональным то есть уметь как-то лоббировать при принятии вот этих непопулярных решений убеждать коллектив почему принимается эти решения ну держать слово уметь постоять да и защитить свою позицию потому что это ведь тоже требует от нас усилий от деловитости организованности руководителя вообще зависит все результаты финансовые так сказать составляющие твоего предприятия и рейтинги результаты и признания и так далее так далее не знаю у меня был период я когда понимала что ну плохо все да знаете вот плохо все и не так как мне хочется я точно себе установка какая-то не знаю пришла что мне надо не набирать людей выбирать это было знаете у меня но если коснусь до дк до дворец культуры у меня очень долго не было в дк хореографов очень долго и стал вопрос взять вот прям вот знаете кто на улице ну вот ну есть же все равно да или или искать и выбирайте я ездила в училище в кольпросвет училище в архангельске я ждала ту же абакомову я вместо того не играть абы кого нет конечно мне нужен был результат а как вы считаете человек может быть одновременно профессиональным и лояльным или одно другому все-таки мешает я полагаю что нет они могут совмещаться могут совмещаться да могут быть да а почему тогда это происходит редко по крайней мере по моим наблюдениям это крайне редко ну потому что мало людей таких вот можно сказать одаренных в этом плане но есть то есть это одаренные люди люди да но если говорить с точки зрения организации любой даже мало предприятия там и тогда цель мотивация результат вот все правильно марина ленина сказала 6 есть цель но тоже на своем опыте да если ты подбираешь кадры сам и ты эту цель индуцируешь уже сознание человек который приходит работать и он принимает эту цель и он идет к ней все то есть в хорошем плане заражения происходит позитивное то есть мы идем к этой цели вы видим слайд вот такой вот фрейм этой цели и мы идем к ней и безусловно конечно результат получается почему же замотивированы люди потому что мы будем иметь мы будем лучше у нас есть мечта мы эту мечту осуществляем и мы их не стремимся идем у нас получается спасибо что вы ведете передачу потому что этого сейчас общения очень недостаточно и до молодежи молодежь в основном сориентирована виртуальные источники вот на виртуальные источники не столько многообразно что у них бывает порой каша в голове а для того чтобы именно нацелиться и сделать себя личностью сделать свою жизнь нужен пример образец а примером может являться тот человек который наполнен который вот готов делиться этим источник ну вот я еще хочу сказать что профессионалы не профессионалы то ведь мы все уже то есть мы сейчас тоже умный много читаем много слушаем мы все знаем что окружение очень сильно влияет на тебя да даже если ты и ты когда попадаешь в круг в окружении людей которые хотят которые стремятся которые такие вот профессиональные то ты и сам начинаешь расти и соответственно наоборот да и наоборот профессионал тоже может деградировать если ты попал в инфантильную ну среду допустим и ты там что-то барахтаешься барахтаешься борешься борешься и ты во все время тебе говорят ну сядь ты сядь ты на место что-то выскакиваешь да что-то то есть и тут вот тоже происходит ну такое поэтому почему нужны профессионалы да то есть это же отсюда идет и мало того профессионал попав такую среду он уйдет он попарахтый то есть он сильный профессионал он смирится ну да он будет искать все равно ту среду в которой ему будет интересно он будет развиваться или того же руководителя который ему дает развитие да я имею ввиду и рост потому что ну не знаю я думаю что вот я все таки и дальше продолжаю работать очень много людей талантливых интересных сильных просто знаете но особенно сейчас когда возможности роста они ну совсем такие другие но очень важно почему так может быть много люди вот такие они уходят но в личный там бизнес предпринимательство уезжают ну допустим из нашего города да это уже многие знают что здесь он совсем был не востребован потому что ну вот чё ты там лезешь да а там он находит то что ему нужно и не давали развиться конечно конечно его профессиональные навыки там оказались почему-то важнее чем родном корпусе да вот это вот эта проблема почему например и мы поднимаем до эту проблему потому что мы действительно это видим что на сегодняшний день а профессионалы не востребованы их не берут на работу соответственно они ну либо сидят дома не применяя свои профессиональные навыки и не улучшая жизнь в нашем городе либо вообще покидают наш город работают на развитие там москвы санкт-петербурга архангельска неважно другие городов да забывая свою малую родину вот а у меня другой вопрос а как вам кажется что подталкивает самого работника быть вот очень лояльным да преданным руководителю вот это где-то сидит у него внутри или он просто не знает например как быть по-другому или еще одно вот мое наблюдение да что своей лояльностью он может так скажем прикрывать какие-то свои профессиональные недостатки потому что он ведь понимает что если он не будет лояльным лично к руководителю то его как непрофессионала никто держать не будет а здесь вроде ну чем-то он нужен полезен оказывается да и поэтому он остается при работе согласно с этим вы сами ответили это мое мнение может быть у вас ведь есть другое мнение поэтому я спрашиваю согласны вы или нет ну очень же часто используется такой термин как полезный человек то есть от таких людей очень часто не любят избавляться да даже если допустим он немножко не на своем месте сидит да он не профессионал данном деле но он полезный человек он дает какую-то пользу руководителю какую-то пользу компании как бы до кому-то вот поэтому да сейчас такое время лояльные люди очень даже полезны какой-то степени и это присутствует ну и плюс ведь нас таким лояльным человеком и непрофессиональным человеком руководитель ведь гораздо проще им управлять ну да конечно просто комфортно да и осознание даже тем кто подчиняется потому что он не сознает свои способности которым приходит в этот мир и вы не раскрыли их вовремя в школе может родители не раскрыли но он хороший человек в целом по жизни он лояльен в этом случае зависит от человека и закладки и самосознание которое происходило еще в семье в ранние годы потому что самосознание это не что иное как знаете ранняя форма формирование человека личности и поэтому здесь бывает что очень хорошие красивые люди тебя окружают тебе комфортно но они сами по себе не растут они служат вот они служили были рефлекс они исполнители но если у человека просыпается рефлекс цели рефлекс воли рефлекс свободы он перестает служить он сам становится уже руководителем сам собой становится это самое главное для человека потому что это есть не что иное как вершина счастье он самодостаточным становится но никто не пробуждает этих качеств потому что работодателю это не надо почему почему а потому что с ранних лет понимаете система образования у нас заточена на то чтобы был показатели по предметам в совокупности того чтобы сделать человека как личность вот у нас мало проводится такой работа целенаправленно я полагаю так это мое личное мнение но полагаю что надо школа школа выявлять эти первичные качества они начинаются с определения свойств высшей нервной деятельности я уже физиологию сеченную полу опускают а что же обычно это ведь подавляют да что ты лезешь вперед учителя я лучше тебя знаю и учитель то порой не знает что из себя представляет он просто пришел в педагогику да получил диплом пришел в школу он даяли его взяли он подчиняется всему он передает эту подчиняемость своим детям которых обучает но он должен быть учитель с большой буквы в присутствии которой дети учатся а не в присутствии которого он начинает повелевать и подчинять вот это где-то закладка по всей видимости существует может быть не везде не во всем намногое зависит от референтного человека от руководителя от учителя как он сформировать сознание молодого человека и как он дальнейшем будет жить в этой жизни зависит от семьи от родителей от общества в котором мы живем потому что человек биосоциальное существо вот как выйти из этого не все я сам смотрю вижу ну недостаточно может быть проводится такой работа сейчас тем более социальные институты немножко как бы сошли на нет тем более сейчас вот это вот пандемия она разобщает нас все больше разобщается снижать активность но это только сегодняшняя пандемия а мы ведь говорим что тенденции это ведь это нескольких лет а не последние но надо заглянуть и в будущее потому что если мы будем жить и мы будем терять понимаете мы будем терять потому что есть биологические часы если ребенок во время не получит знаний если он будет в изоляции много эксперимента проведено в мире да то он просто утратит то что с чем он пришел то с чем он пришел конечно конечно ну вот взять мы уже как бы взрослые да здесь сидящие а если ребенок у него каждый час и каждый день если его изолировать и вот знаете хотя бы на какой-то период времени он потерял развитие все у биологически сработали обратно не вернуться вот смотрите мы сейчас поговорили о том почему работник выбирает для себя до приоритетом быть лояльным а почему работодатели не заинтересованы в профессионалах вот я последнее время опять же очень часто себе задаю этот вопрос и отвечаю сама себе на него так вот мне кажется с профессионалом сложно он самодостаточный то о чем уже говорили да он знает что делает для чего это делает к чему все это должно привести и плюс этот человек он знает себе цену поэтому он зачастую как мне кажется но даже на моем личном примере да не готов выполнять какие-то задачи которые ставятся которые которые ему кажутся там нелепыми ненужными где-то может быть даже в какой-то части незаконными и так далее то есть он понимает что он этого делать не будет он отказывается уходит зная что он профессионал он найдет себе работу например в другом месте то есть не боится потерять работу опять же согласитесь со мной или нет вот это мои по жизни наблюдения человек обречен на свободу почему причем только человек имеет такое право сделать выбор не одни живой организм который нас окружает они живут по программе они не имеют этой возможности только человек имеет право и отвечать за свои поступки да или нет зло или добро и так далее человек должен решить решить сам если же он решает по навету кого-то значит он отдает свою душу он отдает себя вот именно тому кто повелевает его поведением его поступками и так далее поэтому здесь мы очень интересный слой затрагиваем от именно вот таких отношений вот такого подхода в нашем социуме и это действительно звучит очень актуально вот вы вопрос поднимаете я хотел бы чтобы чаще и больше и чтобы доходило до сознания приходите к нам и будем обсуждать эти проблемы мы не отказываемся никогда пожалуйста придем договорим вот я сейчас думала да перед вашим вопросом почему руководителем да руководителю удобно например вот вы как раз так принимать там ну или работать с удобными людьми да есть даже понятие такой удобный человек да которые всегда и с ними ведь очень комфортно даже не только на работе и в жизни то есть если ты едешь поездку и знаю что тебе допустим достался там нижняя полка и верхняя полка да ты знаешь что лучше с компонент ну там и поехать с машей потому что она удобно она все равно тебе уступит она тебе всегда принесет чай там или еще что-то и такой вот знаете но я считаю что руководитель когда принимает ну вот выбирает в сторону таких людей он сам слаб он сам слаб он ну такой ему тоже себе подобно да вот потому что есть же опасность внутри взять себе профессионалов и они же тебя перерастут это же сока часто это же да и это же все время страх от того что ой она будет умнее вдруг она меня подсидит там или он меня подсидит да вдруг где-то будут в его сторону там уже его руководители да смотреть на боли дай бог хвалить боли тут же начинает вот тут вот зависть обида ну все эти поторли да поэтому тебе взять человека или так первое ведь это же не ну я думаю не то есть чек смотрит руководители какое у него образование они дай бог еще два да или там еще что-то один сильный руководитель будет этого человека искать да и говорить я хочу чтобы у меня работали я вам дам больше зарплату там ну или еще что-то и так было раньше настал период когда смотрит руководитель и видит что у него там два-три образования или еще что-то зачем мне а вдруг подсидит или еще да то есть это уже слабый руководитель может быть неудобный человек для многого руководителя то человек который дает тебе прогресс да импульс для задуматься до развития задуматься что нужно что ты не так делаешь быть профессионалами на принятие не всем дано быть такими очень крутыми специалистами да это все равно не так много людей но проявить то себя но хочется большинству и некоторые вот стараются проявить себя в таком угодничестве да это немножко даже в этом тоже есть профессионализм в угодничестве есть люди которые переживают все руководители на своем месте хотя у них там не особых образов ну как бы ничего такого они переживают всех руководителей потому что у них профессионализм вот угодить любому руководителю до подстроиться под любое вот ситуацию как правило когда меняется власть вот ну я думаю что господи ями власти не в плане руководства вообще в любом учреждении такие люди они сразу начинают узнавать кто будет руководителем какой человек где у него подстроиться место да и вот я так это проходила очень я вот я помню я проходила это просто колоссальная такой опыт когда люди вокруг когда меняется над тобой власть да ты вопали или не вопали да когда ты у руководителя в почете все тебя любят ну а когда не в почете они друг тебя там что-то отходят странцы да мы например сталкиваемся сегодня ситуации люди которые тебя знали там достаточно длительное время они сегодня идут на улицу они конечно не могут мне поздороваться но они ушкивают головой не так это же глядкой по сторонам а не посмотрел ли кто то что я с тобой поздоровался надо опасно вдруг подумают что я вот против того там этого или еще будут говорить да я ведь просто там вот меня позвали вот я случайно я случайно фильм отшел вот такая на жизнь наверное я не знаю было может быть это всегда но как-то есть вот это когда были органы или там структуры которые это все-таки контролировали да но это было не так вылезала будем говорить наружу а когда стали вот такие послабления но вот все она поперлась под воду мусор всплыл все вот это поперлый потом да человека еще какая разница да ну ну так как она наверное натура человеческая проверка человека идет эпоха такая наступила то есть проявляется каждая семья раньше были закрыты действительно может быть структурами системами общественными какими-то институтами но они действительно не может ничего не сдерживает да и мы во всей красе они сдерживали да и положительную роль но тут как бы мы все разные поэтому может быть даже это адаптивность какая-то человек как тот который рефлекс покорного раба то есть вот он да у него хорошо он природа такой потому что у него рефлекс рожденный и он лучше себя чувствует тогда когда угодничает когда чувствует что наперед интуиция хорошая за что этот все дядя вася уже все уходит уходит но это наверное экзамен жизни для каждого из нас поэтому эти обстоятельства они нас еще лучше проявляют они дают нам возможность еще получить опыт который мы вот кайцирую на прошлые года до профессиональные так далее мы и взрослеем мудреем мы тогда наши дети которые видят как сегодня это все развивается это хороший вопрос будущее вообще за будущее надо поговорить как говорится не только поговорить тогда это тема нашего следующего подкаста мы поговорим о будущем и в завершении этого подкаста а вот то о чем мы сегодня говорили у меня навеивает такие ну скажем неприятные или негативные выводы получается а вот марина леонидовна сказала что слабый руководитель да тот который боится профессионалов как мне кажется да он еще и сам непрофессиональный тоже опять чем мы говорили да что он боится что на голову и выше его перепрыгнуть и он потеряет там свой статус и так далее получается сегодня в большинстве или там во многих предприятиях организациях неважно какой формы собственности в принципе профессионалов становится меньше если мы говорим о том что тенденция брать лояльных работников она все-таки сегодня выходит на первую линию да а взамен профессионализма то есть к чему мы придем вот чтобы что меня пугает может здесь посмотреть даже статистику сколько ну пусть хотя бы по малым предприятиям сколько значит возникает кто руководитель если у него подготовка или он случайно вопрос флуктуировал выскочил сейчас очень много случайных людей приходит везде вот они приходят случайно и уходят в никуда как грустная нота александр николаевич я когда готовила этот подкаст я шла со своими наблюдениями и честно говоря вот в душе у меня была надежда что вы развеете эти мои наблюдения скажите лена это вот только там это не так это иллюзия а вы да а вы по сути подтвердили все опасения и риски и страхи которые ждут в будущем это реальность что мы будем говорить и закрывать знаете розыгрышки но я хочу сказать вот меня больше всего на данном этапе вот в нашем городе беспокоить даже не ситуация вот да но я просто вижу но мое это мое мнение что если вот на фоне всего того что и появляется человек но более стремящийся но к профессиональной работе любого ну там учреждения культуры школы предприятия фото там салона косметического салона какого угодно он немножко выглядит белой вороной потому что вот это вот ситуация то которая приучает да что если ну к непрофессиональной деятельности да она же уже норма до становится для молодежи то есть они думают чуть-чуть такое да не чуть такое там зачем это так красиво зачем это так дорого там зачем да а ведь хорошо не бывает дешево да у нас вот эти вот подмены да что такого если там торгуют рыбой и мясом перед сценой там вот мое всегда трезет меня от этого как домку дворец культуры а там я это говорила и говорю и не буду скрывать потому что я не могу тут попкорн тут рыба тут сало то есть у нас есть тысячи магазинов это же не происходит у вас профессионально точки зрения подходя к своей специализации мы это если мы это делаем не разово годами да человек воспринимает что это нормально а вот мы не поощряем людей вообще по ну как бы по признанию что ли да потому что есть же и тогда ты не можешь но сопротивляться большой толпе там но ты же можешь всегда если ты опять же хочешь да но отметить тех людей я не знаю в сми вот у вас я не знаю там в мире тех людей которые все равно стремятся на фоне всего потому что происходит быть качественные работу делать профессиональные делать красивые стремящиеся ну как бы к росту вообще да то есть вот меня так это очень беспокоит потому что мне так кажется что эти люди в нашем городе они менее заметны чем вот не профессионалы мы выскочим однозначно я верю без этой веры как жить тогда и я не хочу слава богу мы заканчиваем оптимистично все таки нет нет я убеждена что будет все равно все будет потому что людей людей но по крайней мере я стремлюсь общаться именно с такими людьми но на помойку так будем говорить я не пойду как бы не звали